Привет, добро пожаловать на канал Информ ТВ. О таланте советской актрисы Ирины Зарубиной говорили, что ей под силу сыграть все, будь то пишущая машинка или даже телефонный справочник. Настолько она была естественной и убедительной в любых образах. Ее актерский дебют состоялся в театре про лет культа, где она проработала 6 лет. А потом неподдельную искренность и комедийный дар актрисы заметил великий режиссер Акимов и пригласил Зарубину в театр комедии. Она не была роковая красавица и выходила на сцену без грима, но зрителей покоряла сразу своими жестами, мимикой и внутренней харизмой. Она по-настоящему блистала в комедиях и водевилях, а вот в кино ей предлагали совершенно другие роли, типично русских женщин, естественных и простых, пышущих здоровьем, но духовно не развитых. В фильмографии актрисы всего 20 ролей, но при этом в каждую из них она вложила часть своей души. Замуж актриса вышла, когда ей было уже 32 года. На съемках сказки «Василиса прекрасная» Ирина познакомилась с режиссером Александром Роу. Она сыграла злобную купеческую дочь Миланью, да так, что Александр Артурович потерял голову от любви. После премьеры фильма он сделал Ире предложение. Вскоре они поженились и через год у супругов родилась дочь Таня. Но их семейная жизнь была не идеальной. Роу работал в Москве, а Ирина категорически отказывалась переезжать из Ленинграда в столицу. Она была из тех артисток, которые семейному счастью предпочитают карьеру. А потом началась война, которая окончательно их разлучила. Александр с киностудией эвакуировался в Душанбе. Его супруга не бросила любимый театр и осталась в блокадном городе. Замуж Ирина больше не вышла. Дочь воспитывала сама. Блокада очень сильно отразилась на ее состоянии. Почти на 10 послевоенных лет Зарубина отошла от сцены и кино. Но к актерской деятельности все-таки вернулась в 54-м. Снималась немного, но полностью посвятила себя театру. Ирина Петровна прожила 69 лет, успела дождаться внука Алексея. Ее не стало в мае 76-го. Похоронили ее в родном Санкт-Петербурге. А вы помните ее роль в сказке «Василиса прекрасная»? Если да, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!